Обычное платье, головное правило, дресс-коду для дам. Есть еще одна обысковая умова, наявность пальчаток. Причем не только у женщин, а и у их кавалеров. Это кет 19-го сагодя был строгим. Деницы байли признаются, танцевать у такими уборами без взвышки складана. Зато и отчуваешь себе колени королевой, то и, к минимуму, аристократичной особой. Любая одежда, она несет в себе какой-то определенный код. Послание, которое мы хотим миру отправить. Соответственно, да, ощущения отличаются, конечно. В обычном платье, но ощущаешь себя обычным человеком. А в нарядном, красивом платье ощущаешь себя аристократом. На этот раз в Ломинске байль притягивается 4 годины. Полонез, вальс, краковяк, падепациенер, падеспань, падекатор. Потом 4 кадрили и мазурка. А против того, что вытромать такой марафон непросто, требующие выполнять специальные правила. За одним партнером, например, нельзя танцевать два танца за пар. Каб запросить незнайомую даму, треба спачатку подойти, да я ее мужа, ци батьков, с просьбой вас представить. Только у таким выпадку можно отримать згоду партнерши на танец. Байль – это первый за все место встреч и танцев для души. Да и его за счеты старательно арестовались, особенно женщины. Спачатку – получение модных тенденций своего часу. Потом пошил платье, новая прическа и обовязковый выбор упрыгоживания. Цекавая деталь из минулого – специальная байльная книжка для ангажирования партнеров. Такую отримывали все у денег и байлю, как записать, с кем они готовились танцевать. Скажем, другую мазурку, тебя пошнивать. Спроба запросить женщину на танец без такого записи могла завершиться дуэлью. Сегодня студии байльных танцев иснуюсь практически во всех областных центрах. Некто дает перевагу 18-му сагодью, некто получает этикет 19-го. Но это за счет из ворот до истории. Причем у Гомеля только танцами вы решили не обмежевываться. У початку наступного года студия Корунки Кроку упочне проведение акции, в рамках какой знаменитый гомельчан с особливыми жития громадства 20-го года тому. Не разовая с библиотекой имени Герцена будет называться городской светский клуб. Мы будем охватывать все аспекты, не только танцы. До сих пор мы больше специализировались на танцах. Сейчас мы хотим привнести в массы, скажем так, культуру 19-го века. Светское общение, затрагивать какие-то темы, танцевальные, в том числе военные, образования, праздники. Как они проходили именно в 19-м веке. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадо, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин